ДИПЛОМУ Мнение специалистов о возможных нововведениях. Трудотерапия. Хулиганов из сквера имени Александрова заставили благоустраивать парк. Ну а теперь обо всем подробнее. В Рязани начинаются памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине начала военной кампании по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Сегодня ветераны боевых подразделений почтили память своих погибших товарищей при выполнении заданий. Традиционно в годовщину ввода российских войск в Чеченскую Республику ветераны боевых действий вспоминают павших в бою товарищей. Церемония возложения цветов прошла у памятника на площади имени генерала Маргелова. Церемония возложения цветов прошла у памятника на площади имени генерала Маргелова. Ну а теперь к делам городским. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. На очередном заседании Рязанской городской думы депутаты приняли изменения в бюджет. Городская казна в целом пополнилась почти на 15 миллионов рублей. Из них 5,5 миллионов пойдут на питание школьников из малообеспеченных семей. На это направят средства, сэкономленные управлением образования в течение года. На ремонт в школах и детсадах выделят дополнительно миллион рублей. А оставшиеся средства перечислят управлению рязанского троллейбуса и автоколонне 1310. На неделе наделал шум и законопроект, который сейчас прорабатывается депутатами Госдумы. Речь идет о новых профстандартах и изменениях в Трудовом кодексе. Самое неоднозначное нововведение – это, конечно, возможное требование к молодым выпускникам вузов работать только по своей специальности. Это требование, похоже, станет обязательным для сотрудников государственной и муниципальной службы уже в 2016 году, а с 2020-го и для всех остальных отраслей экономики. На эту тему мы выслушали мнение рязанского профсоюзного лидера Леонида Петровича Фролова. Государственной Думой выдвинут законопроект, который, возможно, радикально изменить ситуацию на рынке труда. К 2020 году должны быть введены в действие профессиональные стандарты практически на все профессии, которые используются на рынке труда. Новые требования будут предъявлены к специфике образования и стажу работы специалистов. Это может стать причиной переквалификации большого числа ныне работающего населения. А сколько у нас врачей или педагогов имеют дипломы, полученные не в наших государственных бывших советских учреждениях, которые сейчас перешли как бы в современную Россию, А сколько у нас в 90-е годы наплодили разных коммерческих институтов, филиалов этих институтов, их огромное же количество, людей там фактически не учат, они платят деньги и получают диплом. Для профсоюзов новые стандарты – это всего лишь далеко идущие планы государства. Сегодня приходится решать проблемы более насущные. Самая малая плата труда с 1 июля будущего года составит 6 тысяч рублей, что по-прежнему не превышает отметки прожиточного минимума. Вот профсоюзы в целом в России считают, что минимальная заработная плата как минимум 2 прожиточных минимума. Если прожиточный минимум у нас, грубо говоря, 8 тысяч рублей для трудоспособного с копейками, то где-то 15-16 тысяч должна быть минималка. Государство пересматривает просьбу профсоюза о повышении оплаты труда бюджетной сферы. Однако бизнес-сектор согласен поднять планку минимума до 7 тысяч рублей. А специалисты Рязанского фонда социального страхования сегодня сообщили, что к ним возвращаются функции обеспечивать льготников санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к нему. В новом году у льготных категорий граждан увеличатся шансы на санаторное лечение. Путевки на курорты снова выдает Фонд социального страхования Российской Федерации. С 12 января открыт прием заявок. Для того, чтобы как-то все-таки снизить накал напряжения 12-13 числа, конечно, мы развернем дополнительные точки приема здесь. Имеется в виду, людей мы будем принимать как здесь, в этом здании, так и во всех других точках, где мы располагаемся. Тем, кто уже оставил заявку в Министерстве социальной защиты, новых требований подавать не нужно. Вся информация о прежних заявлениях перенесена в базу фонда. Проследить движение документов и узнать свой номер в очереди можно на официальном сайте. На дополнительные вопросы ответят по телефону горячей линии 29-70-30. Следующая информация от дорожных полицейских. Инспекторы обеспокоены тревожной ситуацией. Ведь за эту неделю случилось сразу несколько смертельных ДТП на областных трассах. Вчера днем на 259-м километре трассы Калуга-Рязань в Захаровском районе лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль «Скания» и такси «Рено Логан». По предварительной информации водитель такси не справился с управлением. Его вынесло на полосу встречного движения. Водители пассажир такси погибли на месте ДТП. Инспекторы ГИБДД предупреждают, что подобные дорожно-транспортные происшествия в последнее время происходят не впервые. К сожалению, в ближайшие несколько дней произошло уже несколько однотипных ДТП с трагическими последствиями. В непростых погодных условиях это сумерки, туман, осадки. Водители едут с той скоростью, которая не обеспечивает их безопасность и безопасность окружающих. Поэтому происходит ДТП и часто со смертельным исходом. Поэтому госавтоинспекция хотела бы обратиться к водителям с просьбой не спешить, двигаться аккуратнее, я бы даже сказал медленнее. Пусть вы опоздаете куда-то на 10-15 минут, но это не приведет к трагедии. Получила продолжение история с хулиганами, которые поломали спортинвентарь в сквере имени Александрова на улице Советской армии. Задержанные вандалы признали свою вину и даже стали перевоспитываться. Вандалов, учинивших погром спортивной площадки в сквере на улице Советской армии, привлекли к ответственности. Хулиганы были задержаны полисменами спустя две недели после происшествия. Молодые люди, обитатели одного из подвалов, близ лежащего жилого дома, свою вину полностью признали и от ответственности ни в коем случае не открещиваются. В настоящее время по факту повреждения данной детской площадки проводится проверка. Ряд граждан, которые причастны к повреждению данной площадки, в настоящее время установлены данные лица, изъявили добровольное желание оказать помощь в восстановлении данной детской площадки, так как это повреждение повлекло с собой большой общественный резонанс. И благодаря своевременным действиям правоохранительных органов, вот еще раз повторюсь, данные лица были установлены. И в настоящее время по данному факту проводится проверка. Хулиганы, взяв в руки инструменты, отправились в сквер исправлять, так сказать, ошибки своих нетрезвых бурных будней. Конечно же, под строгим присмотром сотрудников полиции. Само собой, эта мера не является полноценным наказанием нетрезвых хулиганов. Что с ними будет дальше, мы наверняка узнаем в ближайшем будущем. Скоро на рынках Рязани начнут работать елочные базары. Уже сейчас сотрудники городадминистрации утвердили места для продажи хвойных лесных красавиц. И еще они рассказали, как будет украшаться город на период новогодних и рождественских торжеств. Новый год на носу. Рязань вечерами загорается разноцветными гирляндами и лампочками. На главных площадях города своего звездного часа ждут зеленые красавицы. Когда, а главное, какие праздничные мероприятия планируется провести в Рязани в преддверии главного праздника года, обсудили в администрации города. 18-го в 16.30 мы ждем вас на площади Победы, где состоится открытие новогодних праздников, которое так и будет называться «В ожидании чуда». Мы планируем большой парад Дедов Морозов, порядка 400. И Снегурочек. И Снегурочек. Если так говорить о цифрах, около 400 уже зарегистрированных Дедов Морозов, которые примут участие в параде. Соответственно, каждый придет со своей Снегурочкой. А некоторые Деды Морозы придут еще из группы поддержки. Поэтому мы надеемся, что это пройдет интересно, весело. И вот эта новая форма, которую попытаемся сделать такой яркой, она найдет продолжение и в последующие годы. Таким образом, мы начинаем наши новогодние праздники. Пройдет новогодний флешмоб на площади Победы. Пройдут конкурсы, игры с нашими детьми. Поэтому мы вас приглашаем, приглашаем ваших детей на площадь Победы, еще раз говорю, 16.30, 18 декабря, где пройдет зажжение нашей главной елки на площади Победы. В общем, скучать не придется. А создавать мандариново-елочное настроение мы должны все вместе, сообща. Ведь ощущение праздника само по себе радует и дает сил на последний предновогодний рывок. А там и до каникул рукой подать. К Новому году не только люди пытаются разными способами поднять себе настроение. Сегодняшняя новость о рыжем коте, пробравшемся в рыбный магазин аэропорта Владивостока, буквально взорвала интернет. Сотрудники застали рыжего кота внутри прилавка, поедающего дорогие рыбные деликатесы. Ущерб магазин оценивает в более чем 60 тысяч рублей. Коту больше всего понравился кальмар горячего копчения и сушеная камбала. Правда, он еще надорвал пакеты с сушеным осьминогом и другими морскими деликатесами. Теперь всю продукцию придется выбросить. Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробности. Гостем в студии стал председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь в беседе пойдет о принятых сегодня депутатами решениях. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова